В общем, всем привет, мои хорошие, мои любыми. Я пришел из Ашана, я купил там, ну, типа экзотических продуктов, которых я, допустим, никогда не ел или ел, ну, не совсем до конца. Первое, это такой вот суп я купил, китайский суп. Стоит он или китайский, или японский, я не знаю, там написано иерогрифами, я могу ошибиться. Нарисован перец чили, я думаю, что он очень острый, вот этот суп. Вот вермишель яловичина гостра, то есть вермишель говядина острая, 21,72, это 21,72 гривны, такая штучка. Дальше, я купил такой хлеб. Этот пшеничный с высевками, типа оригиналик, органический хлеб, для крашнего сохранения полезных веществ и вкусовых качеств хлеба рекомендовано хранить хлеб в холодильнике. А, тот хлеб, который хранился в холодильнике, он надо предварительно разогреть в духовом шкафу. Вот такой вот эко-хлеб, я не знаю, что это значит. Вот, вот такая упаковка у него. Я первый раз такой хлеб покупаю. Стоит этот хлеб 24 гривны 59 центов. Вот, дальше я купил такой авокадо. Ну, авокадо я ел, конечно, но хочу еще раз. Вот такой вот, зеленый. Потом купил такой киндер-сюрприз, я его разберу в конце, покажу, что там внутри за игрушка. Вот такая вот киндер-сюрприз махи. Дальше мне подарили вот такую в Ашане этикетку, и тут надо стереть. Ну, я потом сделаю. Я думаю, что ничего не выиграл. Купил Кока-Колу, потому что я без нее не могу жить. Потом купил такую нарезку на 21, грудинка домашняя запеченная, 21,16. Вот, я хочу все это сегодня попробовать. Так она выглядит. Потом купил сыр. Сыр называется Моздам. Я таким сыром в Москве торговал. 30 гривен 40 копеек. Вот такие слайсы нарезанного сыра. Вот, потом хочу попробовать орех мясный. Это какая-то колбаса, короче. Не, не колбаса, а приносная нарезка 24,55. Вот. Потом купил еще такую колбасу. Она с какой-то требухой снаружи. Знаете, она как, ну, в какую-то оболочку, что ли, из приправы или из специй. Какая-то оболочка. Стоит она 30 гривен 40 копеек. Вот такая колбаса. Но я в Польше, по-моему, когда-то покупал. И самое, то, что я буду есть первый раз в жизни, я даже никогда не воровал это в магазине. Это называется Кумква. Я не знаю, что это такое, кто-то его ел или нет. Стоит этот Кумква 300 чем-то гривен килограмм. Здесь у меня 0,98 грамм, наверное, или что-то такое. Ну, короче, на 34 гривны вот этот Кумква. За все вместе я заплатил за вот эти вот продукты. Вот. Хлеб, кола, ступ, нарезка, сыр, авокадо, яйцо. Я заплатил 318 гривен. Яйцо стоило вот это 95 гривен. Киндер сюрприз. Авокадо 22 гривны 95 копеек. Ну и цены остальные я назвал. Сейчас хлебну как околка. Без ней никак. Самое первое, что я хочу... Так, самое первое будет вот этот суп. Я хочу разобрать, посмотреть, из чего он состоит и какой он на вкус. Отличается ли он от нашей Мивины, или Ролтона, или Дошираков. Я взял такую чеплашку. Сейчас открою содержимое, посмотрю, что там внутри. Так, внутри вот такой круг. Вот отличие в том, что у нас супы квадратные, знаете, а эти вот такой с углублением, типа тарелочки. Может, что-то отсюда можно кушать, вот так положить, использовать вместо тарелки. Вот. Вот такая лапша. Я ее ломаю. Я не люблю целый куэлбик. Я люблю поломанных. Вот. Такую пиалку. Значит, здесь есть такие травы. Я не знаю, что это, какой-то перец красный, чили. По-моему, петрушка и лук. Угу. Высыпаем сюда. Теперь есть вот такая приправа, она твердая, знаете, как паста такая густая-густая. Это вкус, это будет вкус говядины, скорее всего. Ножом открываем и выдавливаем. Причепилось. Что-то оно не выдавливается. Короче, выжимаем. Оно такое густое, вот посмотрите. Такая штука густая, как масса такая. Я никогда такой суп не пробовал. Просто хочу понять, есть ли разница. Или что наша мивина за 4 рубля, а что вот эта за 20 чем-то. Есть ли смысл? Давай сюда. И следующая приправа, это вот такая. Я думаю, что тут глютамат натрия и усилители вкуса. Ну, глютаматом натрия что-то не пахнет. Потому что, не, пахнет, есть глютамат натрия. И все это заливаем кипятком. Так, залили чайник. Теперь надо, чтобы вот это растаяло, а то красное. Потому что там, знаете... Ну, что-то запах, как кто-то умер. Может, у говядины так пахнет. Так, ладно, пусть суп пока настаивается. Я не буду его раньше времени есть. Хотя у тебя из тех людей, которые насыпали, сразу едят. Пусть суп стоит. Я пока приготовлю себе бутерброд. Из-за этого экологического хлеба. Ну, по вкусу хлеб. Хлеб, а хлеб. Очень даже ничего. Обыдный. С выселками. Так, как я делаю бутерброд? Открываю сыр. Беру кусочек хлебушка. Но это еще не все. Значит, что мы делаем? Берем авокадо. Оно должно быть мягкое. Я уже говорил, чтобы оно хорошо это самое. Вот так его крутим. Хоба! Косточка осталась. Ну, косточку вот так ножом трах и в сторону. Она вылезла. Но я ее высовывать не буду. Ее, кстати, можно посадить, если так не трахать, а аккуратно вытащить. Я беру чайную ложку из этого супчика. И вот так внутри соскабливаю авокадо. Сколько мне надо. Прямо на хлебушек. И поиспользую как сливочное масло. Вот. Вот так выскаблили сколько надо, остальное не надо. На другой бутерброд. И немножко так размазываем, знаете, на хлебушке. Сейчас я все покажу. Когда авокадо совсем спелое, оно очень хорошо мажется. Ну, в принципе, оно мягкое. Я не буду ломать хлеб. Вот. Сверху укладываю кусок сыра. Авокадо можно присолить, я не буду. А можно взгрызнуть лимонным соком. У меня нет. Кладу сыр. Кусок вот такой. Теперь хочу открыть вот эту шинку. И достать кусочек мяса. И положить сверху вот так. Вот такой готовый бутерброд у меня получается. Вот. Потом я попробую с копченым салом и с колбасой. Ммм. Очень вкусно. О. Веревочка с сыром. Я не знаю, что это за эко-хлеб. Обычный хлеб. Авокадо, кстати, очень полезное. Надо есть иногда. Ни разы ты покупал. За всю жизнь. Сейчас буду пробовать суп. Перченая капец. Он острый-острый этот суп. Мама дорогая. Не, ну вкусный, я вам скажу. Горячая. Фу, глаза продирает капец. Я скажу так, что лапша ничем не отличается от обычной нашей мелины или роллтона или доширака. Обычная та же самая лапша. Просто единственное, что больше, перца чили. Он огонек посадит дома, Хайроспе. Огонек вырвало, сюда пинуло и все. Конечно, своих денег он не стоит. 21,70 точно не тянет. Ну, 6-7 гривен. Ну, вкус нормальный, вроде бульона говяжьего. Ну, это химия. Очень перченый. У меня жжет весь рот. Потом доем. Теперь самое интересное, я хочу попробовать, что такое кумкват. Почему он стоит 300 с чем-то гривен килограмм, как его есть, что там в средине. Ну, это цитрусовое. Посмотрите, какое оно внутри. Это мандарин, не мандарин. Я как-то, знаете, как волосня внутри. Что-то непонятно. Может, его чистить не надо. Внутри оно вот такое. Тут внутри какой-то толстый, твердый стержень. Есть косточки. Я вам скажу, что наши мандарины намного лучше, чем вот этот кумкват. По 300 с чем-то. Это для дураков или что? Но оно такое, как мохнатенькое сверху, сладкое. И внутри кислое. Типа как лимончик, лайм, не знаю. Откуда оно, от мандарин производное. Но явно больше я такое покупать не буду. 100%. Я бы, знаете, как дрыща во рту так. Кусай же он. Ну, необычный вкус. Он нельзя сравнить ни с мандаринами, ни с апельсинами. То есть вкус другой. Ну, какая-то кислятина. Чистится, кстати, не очень хорошо. Как-то так. Если он большой, вот этот кумкват. Ну, глянь-то, это штучка. Вон, внутри такое. 300 гривен я точно за него не давал за килограмм. Дальше я хочу попробовать такую немецкую колбасу, изготовленную в Германии. В Неметчине по-украински. Так. Я попробую сперва без хлеба, потом хлебом. Вот это что, оболочка чешу? Такая. Ее есть можно? Наверное, нельзя. То есть, знаете, колбаса, как колбаса, тоже с перцем, тоже перченая, остренькая. Колбаса перченая хорошо. И с таким, знаете, как с душком. Душок приятный. То есть, не отвратительный. И последнее, что я попробую, это вот такое вот вареное сало. То есть, я понимаю, что это запеченная домашняя грудинка. Это все я купил в Ашане. Хотя хочу один кусочек попробовать. Так. Падло без рота. Вот это запеченная, очень вкусная. Знаете, вставки перца вот такие есть, черного. Вот это обалденно. Что я могу сказать? Хлеб такой покупать не стоит. Можно покупать обычный бездрожжевой хлеб. Авокадо надо есть. Вот этот кумкват. Кристалет. Попробую две штучки. Возьмите, до свидания. Вот эти все нарезки очень вкусные. Суп не стоит. Тоже таких денег. Можно взять обычную милину и огоньком там поелозить и все. Огонек это перчик. И сейчас открыть это яйцо. Я таких яиц никогда не видел больше. Ну, в жизни. Някую лопать. Так, авокадо. Ух ты. Гляньте, что внутри. Внутри такая... Киндер-сюрприз такой громадный. Так, тут две чашечки. Сейчас я попробую. Кстати, заливка. Первый слой идет шоколад. Такой молочный с черным. И вторая заливка из белого шоколада. То есть два слоя. Шоколад потрясающе вкусный. Очень вкусный. Так, что в яйти. Я хочу, чтобы там было собрать что-то. Знаете, как в детстве. Гляньте, вот такая книжечка там. Пустая почему-то. Ничего нет. Типа была... Ого! Нифига себе, гляньте. Тут такие рожицы нарисованы, короче, какого-то мужика. Это блокнот или не блокнот? Я не знаю, что это такое. Так, дальше идет вот такой меч. Или топор, что это. Потом идет такой мужик с зубами. И такая пыптык. А куда же тебя вставлять? Ага. Значит, надо вставить на подставку. Вот все. Я не могу понять. А, это ручка. Гляньте, это ручка. Вот тебе тупица. Ручку вставить сюда. Вот это и наружу. Оно не закручивается, просто вставляется. Дальше. А вот этого заглымегу мы ставим ножками, упираем сюда в дырочки. Короче, вот так прижимаем. О! И он стоит типа с ручкой. Типа это мальчик будет писать что-то. А вот эта штучка, это просто закрывала ручку. Зачем такая большая, не могу понять. Может быть, ее куда-то одеть можно еще? А, это просто если ты достаешь, ты можешь взять с собой и пойти. Типа, знаете, с пропеллером. Вот такчик. Получается вот такая прикольная штучка. Мне, кстати, понравилась. Гляньте, супер. И поэтому здесь вот такой блокнотик. То есть, это записная книжка. Сейчас я проверю, пишет ручка или не пишет. Да, зеленый цвет вот такой. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok